Это новости на канале ФКТ в студии Ольги Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 350 иностранных гостей, 78 губернаторов и контракты на сотни миллиардов рублей. В копилке Краснодарского края 162 соглашения. Российский инвестфорум 2019 завершил свою работу. Побратимские отношения вышли на новый уровень. Краснодарский край будет перенимать опыт Франции в банье улечений и экотуризме. А сочинские студенты отправятся на стажировку в посольстве Франции. Умный и безопасный город. В Сочи грядет широкое внедрение цифровых технологий в социальную инфраструктуру. На российском инвестиционном форуме власти Сочи подписали серию соглашений на 9 миллиардов рублей. Афганский узел. 30-летие вывода советских войск из Афганистана в Сочи отметили памятным митингом. 350 иностранных гостей, 78 губернаторов и контракты на сотни миллиардов рублей. В копилке Краснодарского края 162 соглашения. От развития транспортной инфраструктуры до создания новых промышленных предприятий. Сегодня на российском инвестиционном форуме состоялось главное событие второго дня. Рабочая встреча председателя правительства страны Дмитрия Медведева с главами регионов, в которой принял участие губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев. Неформальный девиз сочинского форума. Инвестиции в регионы, инвестиции в будущее. То, что регионы заботятся о своем завтрашнем дне, хорошо заметно на выставке проектов. Яркие стенды, макеты, информационные панели. За каждое из них реальные предприятия, дороги и туристические зоны. Деловые встречи на стенде Краснодарского края в режиме нон-стоп проходили с самого утра. Соглашение о строительстве аэровокзального комплекса в Геленджике подписали губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Компания давний и стратегический партнер региона. После реализации проекта на месте старого аэропорта появится современнейшая воздушная гавань. Это повысит доступность курорта и увеличит поток отдыхающих на Кубанское побережье. Только сейчас в Геленджике ежегодно принимают 4 миллиона туристов. Вас поблагодарить за такое неустанное внимание к краю и поддерживать. Это не первый проект, который мы с вами сегодня, я надеюсь, реализуем. И вы сегодня сказали, что отношения хорошие, это правда. Но я уверен, что будут еще лучше. Инвестиции примерно около 300 миллиардов рублей. Это огромный инвестиционный портфель, который Геленджик пока еще не видел ни в одном проекте. Ни в одном проекте. Это знаково сегодня и для Геленджика, и для побережья нашего Черноморского. Ну и, конечно, и для всего края. Такой аэровокзальный комплекс – это новый, я бы сказал, высочайший архитектурный стандарт, который в Геленджике появится. И все остальные уже строящие объекты должны будут под него тянуться. Ну и сервис, который, и уровень обслуживания, который там будет задан в рамках уже этого высокого архитектурного стандарта – это, конечно, новый уровень в целом обслуживания и сервиса самого Геленджика. Не сомневаюсь, что такой аэровокзальный комплекс станет визитной карточкой и Геленджика, а может быть и всего Краснодарского края. Уже не первый год сотрудничество называется по разным направлениям. Мы очень ценим, как руководство Краснодарского края относится к инвесторам, вообще к новым проектам. Мы сейчас очень напряженно работаем с тем, чтобы в ближайшее время уже одобрен был проект, утвержден. И сроки, которые наметили от конца 2021 года, будут вполне реальны для того, чтобы построить новый аэровокзал. Безусловно, такие вложения в инфраструктуру требуют особого подхода. Чрезмерные риски тут неуместны и от региональных властей, в том числе зависит доверие инвесторов. И лучший показатель в данном случае – масштабирование бизнеса на одной и той же территории. Например, горный курорт «Розахутор» в будущем планируют расширить и к лыжному отдыху добавить больня логически. Сотрудничество в этом направлении на полях форума обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Розахутор» Сергей Бачин. Сегодня Красная Поляна в целом нуждается в развитии, потому что количество туристов год от года, отдыхающих, оно растет. Если мы сегодня будем максимально стараться еще и расширить спектр услуг, которые сегодня можно получить на нашем уже мировом курорте Красная Поляна, то я уверен, что их будет еще больше. Больное направление мы о нем всегда говорим. И я еще раз хочу подчеркнуть, это принципиально сегодня для администрации края, для власти. В целом для страны важно, чтобы все-таки уделили внимание больному направлению. И возможности края сегодня, с точки зрения оздоровления, они не ограничены. Просто нужно умело пользоваться этими ресурсами. Я не знаю, насколько он будет коммерчески окупаемым, но то, что он будет значимым и привлекательным для отдыхающих, не только нашей страны, я уверен, и зарубежья, пусть даже ближнего, это однозначно. Безусловно, мы считаем, что это будет и интересно для туристов, и коммерчески тоже очень интересно. Почему? Ведь одна из проблем любого курорта – это сезонность. Например, если вы берете море, то замечательно море летом. Если мы берем горнолыжную тему, она замечательно зимой. А когда мы говорим про бальнеологию, это работает круглый год, и особенно во внесезоны. И в этом смысле, как раз, я думаю, что мы не просто будем бальнеологию развивать, для нас это еще и будет определенное сбалансирование всей инфраструктуры, которая там находится. Туризм – одно из конкурентных преимуществ Кубани. Однако развивать экономику в регионе намерены не соперничая, а сотрудничая со своими соседями. Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» получил сегодня всероссийский статус. В присутствии премьер-министра страны было заключено соглашение о сотрудничестве между Ростуризмом, Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Севастополем и Русским географическим обществом. Важный для отрасли документ подписал губернатор Кубани. Маршрут объединяет сразу четыре региона страны. Детали уникального для юга страны проекта Дмитрию Медведеву рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, комплексный подход к развитию курортных территорий достал чок к развитию Азова Черноморского побережья. Предполагается, что маршрут «Золотое кольцо Баспорского царства» объединит 10 городов и поселков, где расположены античные артефакты. У нас сегодня есть уникальная возможность экономить в сфере Центрального комплекса Ростовского края, Ростовского и Крыма. Сделать часть экономики. Проекты есть, как раз. «Золотое кольцо Баспорского царства». Баспорский является маршрутом, который явно будет востребован сегодня отдыхающими, туристами, потому что на самом деле он объединяет, я уже сказал, четыре региона и максимально проложен по тем местам, которые являются исторической достопримечательностью уже юга России. Вы как хотите эти маршруты субсидировать или просто развивать дороги? Уже смотрите, инфраструктура вся есть, потому что и крымский молд даст, и используем то, что есть, и хороший фонд гостиниц и так далее. И что принципиально важно, мы не будем видеть туристов. Все южные регионы объединяются, и экономика общая, абсолютно верно. «Золотое кольцо Баспорского царства» – пример того, как в регионах грамотно используют свои сильные стороны. Ведь очень важно учитывать местные особенности и не уравнивать всех под единый стандарт. Об этом Дмитрий Медведев говорил на пленарном заседании. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края. Основной темой дискуссии стала реализация национальных проектов. Наша ключевая задача, чтобы у людей, вне зависимости от того, где они живут, были нормальные условия для жизни. Цель одна, но задачи у каждого региона свои. И эти особенности и задачи определяются чертами характера, если хотите, этого региона. То, что необходимо, скажем, для развития Псковской и Новгородской областей, не так актуально для Краснодарского края. Или Кавказа. Иными словами, национальные проекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды конкретных регионов. И деньги должны распределяться соответственно. На Кубани уже разработали стратегию развития региона до 2030 года. Она учитывает в том числе и 42 региональных проекта. Одна из ключевых задач – наращивание промышленного потенциала. В этом свете символичным выглядит подписание протокола, который сулит миллиардные вливания в Южный завод тяжелого станкостроения. Он располагается на базе бывшего завода имени Седина в Краснодаре. В присутствии главы Минпромторга свои подписи на документах, которые помогут возродить некогда легендарное предприятие, поставили губернатор Крайвин Минкондратьев и председатель совета директоров завода Вадим Батанов. Что касается завода Седина, это один из важнейших элементов, связанных с развитием любого сектора практически промышленности. Невозможно без основных фондов развивать. Я очень рад тому, что Краснодарский край сегодня ассоциируется не только с жительницей и производством психозпродукции, но и в первую очередь уже для предприятий промышленности это ассоциируется с обрабатывающим сектором, что очень важно для того, чтобы диверситировать экономику края. Завод имени Седина для нас стратегическое предприятие, можно сказать, один из флагманов. Перспектив развития промышленности, я уверен, не только края, но и всей страны. Станки, которые сегодня начали выпускаться, это первый шаг. У него, я уверен, очень устойчивое экономическое завтра. А самое главное, что станки, они будут, я уверен, востребованы во многих отраслях промышленности, экономики. Но самое главное, что мы сохранили уникальнейшую площадку, на которой сегодня находится завод. Я уверен, что вот совместными усилиями, и, Денис Владимирович, я вас хочу лично благодарить за то, что сегодня завод имени Седина вернулся в строй. Очень важно нам всем быть уверенными в том, что промышленность края имеет свою перспективу, и мы должны уверенно смотреть в завтрашний день. Это только одно из многих соглашений, которые были подписаны Краснодарским краем уже в первый день Российского инвестиционного форума. Объем контрактов на сегодня превысил 155 миллиардов рублей. В Сочи Вениамин Кондратьев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в России Сильви Берман. Ее знакомство с Краснодарским краем началось с посещения инвестиционного форума. Посол также осмотрел экспозицию региона. Представители европейской страны обсудили с губернатором дальнейшее сотрудничество по ряду отраслей от строительства терминалов по перевозке зерна до виноделия. Глава региона отметил, что краевые власти готовы поддержать со своей стороны совместные проекты с Францией. Франция – всемирно известный винодельческий регион. И Краснодарский край делает очень сильную заявку на всемирную известность в части виноделия. Производство вина у нас в крае с каждым годом растет. Конечно, мы тоже сегодня говорим о том, что наше вино очень качественное. И сегодня мы пытаемся выходить с нашим кубанским, российским вином, в том числе и на международный рынок. Но тот опыт, который, конечно, есть у французских виноделов, конечно, его сложно сегодня переоценить. И, конечно, я думаю, что здесь у нас в первую очередь есть возможности взаимодействия с моей стороны, которые поддерживают любые проекты, совместные проекты, связанные с виноградарством и виноделием. Еще раз подчеркиваю, это сегодня может быть стартапом не только для наших кубанских производителей вина и тех, кто занимается виноградарством, но и для французских. Это тоже новые горизонты, новые рынки. Своим опытом Франция может поделиться и в курортной сфере. В рамках визита посол посетила филиал института «Вотель» международной бизнес-школы гостиничного и туристского менеджмента. Сегодня утром мы посетили филиал французского института «Вотель» в Сочи. Речь идет о подготовке гостиничных менеджеров. Уровень подготовки студентов очень высокий. Двое из них уже получили приглашение от меня на стажировку в посольстве. В прошлом году товарооборот между Краснодарским краем и Францией составил порядка 200 миллионов долларов. Основу экспорта составили нефть и нефтепродукты, а импорта – транспорт и масличные семена. Встретился с послом Франции в России глава города Сочи Анатолий Пахомов. Связи с этой европейской страной у курорта давние. У Сочи там есть побратим, это город Ментон. Теперь решили обе стороны сотрудничать нужно более плотно. «Она сегодня сказала о том, что у нас красивый город, и они хотели бы тоже направить сюда своих туристов, чему мы тоже очень рады. Более того, она предложила обмениваться студенческими группами и сказала о том, что у Франции накоплен очень хороший опыт и качество услуг в объектах размещения. Ее предложения совершенно приемлемы. Будут обменные группы между студентами, врачами, между работниками санаторно-курортной отрасли. И будут приезжать и французские туристы, которые будут видеть реальный быт сочинцев, реальное наше гостеприимство». Продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 февраля в Сочи облачно. Временами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 8, 10 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-Кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-Кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-Кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Сочи привлекает туристов, инвесторов и внедряет технологии умного города. На российском инвестфоруме власти города подписали серию соглашений на 9 миллиардов рублей. Инвестиции позволят создать на курорте новую инфраструктуру и сделать все районы Сочи круглогодичными для отдыха. В Сочи стал одним из первых городов страны, где реализуется концепция «умный город» и есть достаточно большой опыт по внедрению технологий. Успехом пользуются системы «безопасный город» и «умный транспорт». Теперь широкое внедрение цифровых технологий перейдет в процессы управления жилищно-коммунальным хозяйством и социальной инфраструктурой. Соглашение в целях развития цифровой экономики города подписано с Мегафоном и Ростелекомом. Уже летом в Сочи начнет работу мобильное приложение, которое сможет предоставить всю информацию о множестве объектов показа на курорте. Партнерство с Фондом содействия по развитию современных информационных технологий и цифровизации экономики «Атом» позволит реализовать проект «Цифровая долина Сочи» – акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа. Сотрудничество также направлено на повышение инвестиционной привлекательности Краснодарского края и на развитие информационных и инновационных технологий. Главная задача, которая стоит перед властями города – развивать круглогодичную инфраструктуру. Что касается центра и хосты, то там тоже нужны объекты, которые будут привлекать круглый год. У нас есть еще резервы для увеличения количества туристов в межсезонье. Вот на этом межсезонье мы и работаем. Поэтому в Хостинском районе у нас появится все-таки крытый аквапарк, который еще больше будет привлекать туристов в наш город. Активно будет развиваться и Лазаревский район. Среди проектов строительство крытого круглогодичного аквапарка с морской водой, куда смогли бы приезжать отдыхающие из Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов, а также марины в Головинке. Я очень поддерживаю все, что касается заселения нашего моря кораблями. Но я думаю, что нужно превратить это не просто в точечные проекты марин, а программу запуска регулярного морского сообщения во всей черте города Сочи, а если точнее, то на всем протяжении российского Черноморского побережья, которое теперь с возвращением Крыма увеличилось почти вдвое. Развитие получит и культурологическая составляющая. В частности, в Красной Поляне планируется строительство апарт-комплекса музея «Северный Кавказ». На российском инвестфоруме Сочи подписал 14 соглашений – это проекты по строительству в Лазаревском районе и Красной Поляне, а также договоры с частными партнерами по реализации проекта «Умный город», который активно развивается на курорте. Общая сумма контрактов составила более 9 миллиардов рублей. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Неотчуждаемые работы художников с особенностями развития презентовали в рамках российского инвестиционного форума. Выставка изобразительного искусства стала одним из ключевых мероприятий и лабораторий социальных инвестиций в поддержку инклюзивной повестки форума. В целом, арт-проект призван стать первым в России культурным событием, которое привлечет внимание широкой аудитории в первую очередь к художественной ценности искусства людей с особенностями развития. Экспозиция позволит открыть новые имена талантливых художников, чьи ментальные особенности являются в данном случае не медицинским диагнозом, а обстоятельством, определяющим уникальность их творчества. Единственное, что неотчуждаемо от человека в любой ситуации, это его способность чувствовать, уверены авторы. А возможность выражать чувства через искусство это единственное, что позволяет людям с ментальными особенностями обозначить свою индивидуальность в обществе. Некоторые работы в буквальном смысле содержат коды из символов. Эти послания раскрывают чудо человеческого сознания. К слову, в ряде стран персональные выставки художников с особенностями развития уже являются культурным трендом. Проект неотчуждаемый, а помимо всего прочего рассчитан на привлечение внимания общества к теме реформирования системы психоневрологических интернатов, где сегодня проживает около 150 тысяч россиян. Из арены для керлинга в Сочи сделают борцовский центр. Глава федерации Дмитрий Свящев посетовал Путину, что керлингу на курорте сложно развиваться. Президент поддержал предложение перенести центры керлинга в Москву и Владивосток. А в Сочи на месте ледяного куба будет создан спортивный центр для борцов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что глава федерации керлинга обратил внимание Владимира Путина на то, что очень сложно зарабатывать средства на эксплуатацию этого центра, и что Сочи не совсем подходящий регион для развития этого вида спорта. В итоге принято решение, что в керлинговом центре в Сочи будет создана площадка для международных и всероссийских соревнований под дзюдо и самбо. Ну а в свободное от соревнований время там будет функционировать детско-юношеская школа по борцовским искусствам. На прилегающей территории предстоит построить гостиницу, тренировочные залы и медицинский центр. Планы обширные. Путин традиционно держит тему стопроцентного вовлечения олимпийского наследия в повседневную жизнь в сфере внимания. Это решение – звено этой постоянной работы президента, подчеркнул Песков. Десятки сочинцев сегодня собрались возле памятника «Афганский узел» в России – День памяти воинов, которые исполняли интернациональный долг за пределами страны. Эта дата для празднования выбрана не случайно. Именно 15 февраля последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Случилось это в 89-м, ровно 30 лет назад. Каждый год 15 февраля у памятника «Афганский узел» десятки сочинцев – ветераны разных войн, родственники погибших, полицейские, военные, школьники. Они собрались, чтобы почтить память солдат, которые исполняли интернациональный долг за пределами России, участников более 30 локальных конфликтов, в их числе афганского. Именно 15 февраля, ровно 30 лет назад, последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Мы говорим низкий поклон всем тем, кто сегодня погиб, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы говорим им вечная слава, и они будут жить в нашей памяти, а значит будут живы до тех пор, пока мы будем помнить о них. Афганская война длилась 9 лет. Около миллиона советских солдат прошли через ее огонь. Из Сочи в Афганистан отправились 723 сочинца. 15 выполнили интернациональный долг ценой своей жизни. Один наш земляк по сей день в списках пропавших без вести. С одной стороны боль от потерь, от ран, а с другой стороны вот эта бравада, отвага, желание проявить себя, желание совершить какой-то подвиг, оно все это перемешалось в один такой жуткий коктейль, когда демобилизовывался, просто уезжали со слезами на глазах. Было такое ощущение, что у тебя не было ни до этого жизни, ни будет после этого жизни, что вся жизнь твоя заключалась именно там. И жизнь продолжилась, и большую ее часть многие ветераны-афганцы посвятили патриотическому воспитанию молодежи, сохранению памяти о тех, кто не вернулся домой. То патриотическое воспитание, которым мы занимаемся сейчас, я думаю, что это нужно и всегда было нужно, а их надо именно воспитывать на своем примере. А примеров у нас очень много, геройских людей. В память об участниках всех вооруженных конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии сочинцы возложили цветы и венки. В надежде на то, что списки тех, кто погиб, сражаясь и защищая свою страну, больше не будут пополняться. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. За звание лучшего в Сочи борются психологи отрасли образования. В финал муниципального этапа краевого конкурса профессионального мастерства педагог-психолог Кубани вышло 6 человек. Сегодня выявлялись самого талантливого для участия в краевом конкурсе, где сочинские специалисты по традиции входят в пятерку лучших. Подробности в нашем сюжете. Во всех сферах образовательного процесса учителя, школьники и родители получают помощь психологов. Они есть практически в каждой сочинской школе, в детских садах и в учреждениях дополнительного образования. В целях повышения профессионального мастерства педагогов-психологов проводятся конкурсы. Это всегда часть профессионального роста, участие в конкурсе. Здесь мы раскрываемся, узнаем свои слабые места, свои сильные стороны узнаем. И, конечно, это уникальная возможность прежде всего саморазвития. Участники уже прошли конкурсные испытания двух туров, представили визитную карточку, в общении собственный опыт работы, провели открытое занятие, а сегодня консультации и близ турнир. Каждый педагог-психолог представлял себя и свою роль в той образовательной организации, в которой он работает. Это и детские сады, и школы, и школа-интернат номер два в этом году. В целом, сегодня принимали участие в конкурсе 12 участников, 12 педагогов-психологов. В финал вышли шесть участников конкурса после проведения открытого занятия. Из шести конкурсантов определяются лауреаты, это те, кто займут второе и третье места и победитель муниципального этапа. Он получает право представлять в Сочи на крыльбом конкурсе педагог-психолог Кубани в марте этого года. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Сочинские борцы вернулись с медалями международных соревнований. Прошли они в Минске и были посвящены советскому борцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведеву. На турнире в Беларуси отличились спортсмены детско-юношеской спортивной школы номер 10. Призовые места для ребят стали отправной точкой на первенство России. Международный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, прошедшей в Минске, назвали «Медвежонок». И не случайно соревнования посвятили многократному чемпиону мира Европы и СССР Александру Васильевичу Медведю, лучшему борцу вольного стиля в истории спорта, ко всему прочему, автору двух собственных книг по борьбе. По ним, рассказывает тренер сочинской спортшколы, он и обучает своих воспитанников спортивному мастерству. Двое из них в составе сборной России приняли участие в «Медвежонке» и завоевали второе и третье места. Это очень большой результат. Почему? Потому что были страны, которые по 20 человек приезжали и ни одного никто в призовых местах не был. А наша спортшкола настолько сильна, что из двух человек, двух наших спортсменов, вдвое стали призерами. Это большой результат. То, что мы были в Белоруссии. Это очередная подготовка, подводка была к первенству России, которая будет проходить в апреле месяце, в конце апреля в Иркутске. И мы целенаправленно сейчас готовимся туда. Еще два старта у нас будет. Первенство края и первенство ЮФО, после чего у нас сбор будет в городе Сочи. И мы сформируем команду и поедем в Иркутск на первенство России. Призеры международного турнира бронзовый Самвел Терзиан и серебряный Спартан Петросян перед главным стартом стороны планируют сделать выводы и взять реванш. Провел пять схваток. Финал вышел. В финале чуть не хватило. Тактически не так борьбу поставил. Занял второе место. Ближайший старт у меня Южный федеральный округ. К нему я сейчас готовлюсь, чтобы занять первые места и попасть на Европу, на мир. Я уступил с минимальным счетом за выход в финал соперника. Но за третье место собрался с мыслями и выиграл эту схватку. Стал третьим. Этот турнир был одним из этапов подготовки на первенство России, где дает нам возможность попасть на чемпионат мира и на первенство Европы. Уже сегодня сочинские борцы снова в пути. Отправились на первенство Краснодарского края, где и будет формироваться сборная для участия в региональном турнире. В целом, у борцов-кадетов в этом году насыщенная программа. Впереди первенство мира по вольной борьбе в Италии, затем первенство Европы в Польше и европейские игры в Баку. Пока же все силы на подготовку к первенству нашей страны до главного российского старта всего два месяца. Инга Габешия, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях в группах «Новости Сочи-ФКТ» в Фейсбуке, Инстаграме, в Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Кулакова